Здравствуйте, меня зовут Ерина Ирина Алексеевна. Я работаю учителем-дефектологом в детском саду номер 15. Как рассказать о себе за три минуты? Быстро и точно, как в биатлоне, в моем любимом виде спорта. Да и мой путь в профессию похож на биатлонную гонку с длинной дистанцией и промежуточными рубежами, где дополнительные круги несут только опыт и не исключают возможности стать победителем. Сегодня я осознаю, что мое движение по дистанции определили великолепные учителя. Они были рядом со мной во время учебы в общеобразовательной и музыкальной школах. И в моей семье есть педагоги, так что я была знакома с этой профессией не понаслышке. От этих людей, как в эстафете, я переняла уважение к личности, готовность к самоотдаче, желание помогать людям, стремление к саморазвитию и позитивный взгляд на мир. Я поступила в Мордовский педагогический институт на факультет коррекционной педагогики. Время студенчества, время контрастов, новый город, новые знания, лекции, фестивали, сессии, концерты. В этот период я поняла, что каждый человек – это многогранная личность, которая может проявлять себя по-разному. И благодаря этому этапу контрольной отсечке я подошла, имея хорошую теоретическую подготовку, первичные практические навыки, опыт самостоятельной жизни, способность к принятию решений, уверенность в собственных силах. Не обстоятельства, а мой выбор определил дальнейшее направление пути. Я помогала людям решать проблемы со здоровьем. Еще были встречи с новыми интересными людьми, посещение учебных семинаров в разных городах, представление своего опыта на телевидении. Это было очень интересное время, сложная трасса с крутыми подъемами и резкими спусками. Я научилась работать с аудиторией, планировать свою деятельность, распределять время и силы, работать в нестандартных ситуациях и добиваться положительных результатов. Но желание работать с детьми меня не покидало, а накопленный опыт подсказывал – ты готова к своей главной дистанции. И я снова сделала выбор и поняла – я нашла свою дорогу. Главный принцип моей педагогической деятельности созвучен китайской мудрости. Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне сделать самому, и я научусь. Мои воспитанники – дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Некоторым из них самые простые действия даются с большим трудом. И я стремлюсь к тому, чтобы вселить в них уверенность в собственных силах, понимание того, что промахи и неудачи иногда встречаются на пути, но если продолжать двигаться вперед, все обязательно получится. А в меня эту уверенность вселяют более опытные коллеги и родители моих воспитанников, потому что только вместе мы можем раскрыть потенциал каждого ребенка, помочь преодолеть трудности, сформировать положительные отношения к себе и другим, поддержать инициативу и самостоятельность, заложить основу формирования успешной личности. Редактор субтитров А.Семкин